Следователи продолжают проверку по факту ликвидации вооруженного боевика в Губкинском. Напомню, 14 марта сотрудники правоохранительных органов попытались задержать 25-летнего жителя города, который, по данным следователей, был причастен к ряду серьезных преступлений. Однако молодой человек без боя не сдался и оказал активное сопротивление полицейским, а именно открыл огонь из пистолета. В результате спецоперации преступника убил снайпер. И, как выяснилось позже, парень был объявлен в федеральный розыск. Помимо того, в квартире погибшего боевика полицейские обнаружили пистолет и боеприпасы к нему, а также литературу религиозного содержания на арабском и русском языках, печати и штампы различных организаций города. В отношении него ранее были возбуждены уголовные дела, потому что он и разыскивался, это, собственно говоря, был в федеральном розыске. По части 2 статьи 105, это убийство двух и нескольких лиц. И 222 часть 2, это охранение, сбыт, перевозка оружия, боеприпасов. На территории Пуровского района органами УВД было возбуждено в отношении его уголовное дело по 162 статье. То есть он занимался вымогательством, грабежом. Он собирал деньги для поддержания бандформирования в Дагестане.